Привет, мои адекватные и абсолютно разумные, кем бы вы там ни были, с вами я, ваш верный друг от всех подруг, месье Ректальный Куржик. И сегодня я расскажу вам про игру, в которой вы можете дырявить стены, срывать ярость на ящике, взрывать цистерны с водкой 365 дней, кооперироваться с вебкой Logitech и, что самое главное, размазывать варенье по полу. Поскольку вы у меня не глупые и умеете читать, то думаю, вы уже поняли, что сегодня будем изучать Alien Shooter, или же, как я его называю, планетянская стрелялка. Для начала следует начать с предыстории, ибо предыстория имеется. Alien Shooter является первой игрой российской тюменской студии с незамысловатым именем Сигма. Я Сигма, крутой, я Сигма, 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 Сигма. По факту, игр ребята из Сигмы выпустили много, но по сути выпустили только первый и второй Alien Shooter до пару зомби-шутеров, а остальное... короче, будем считать, что остальные игры они не выпускали. Ибо остальные игры редко стыкал. Конкретно сегодня будем вести базар про первую часть, так как она была одной из немногих игр моего детства, которые я не прошел до конца, так как на тот момент у меня была только демка, которая шла вроде бы на одном из дисков игромании, но... Как бы это ни звучало шизово, вместо этого я полностью прошел версию игры для мобильных телефонов, и под версией для мобильных телефонов я имею в виду не эту версию для зумеров, а эту версию для настоящих гига-ирокенов. Ох, как я скучаю по Сибинсу, С-75 и С-75, ох, сладкие времена. Мать отправила меня в санаторий, а я все, что там делал, играл в Alien Shooter и какую-то игру про бульдозеры на своем навороченном телефоне, вместо того, чтобы социализироваться. Ибо социализм сугубо для нищих. К слову, уже тогда разрабы были мемными первосранцами, ибо Alien Shooter 1 буквально повествует про борьбу богатыря-одиночки супротив инопланетных ящеров. Лицо разрабов русов против ящеров под микроскопом представили? Сама игра, о которой мы сегодня говорим, вышла в 2003 году, и тогда она поразила многих, но не инновациями. Это был 2003 год, а потому планетянской стрелялке приходилось удивлять тем, чем у российских разрабов получалось лучше всего. Простой, но рабочий, как промежность Майли Сару с концепцией. Бегай по обоссанным подвалам, мочи ящеров из короткоствола, зарабатывай тугорики, покупай короткоствол навороченный, и мочи ящеров эффективнее. Так что да, игра чистейшая, основа основ. Ну и самое главное, вы слышали про сервис Купикот? Сейчас в стиме игры купить не так уж ты и из без пизи, но не отчаивайтесь, ибо для этого есть сервис Купикот, на котором мало того, что можно купить недоступные игры, но еще и полностью повторяют распродажу стима, а потому затариться можно не только удобно, но и выгодно. Не нужно давать никаких паролей, добавляешь ссылку на аккаунт стима, оплачиваешь, добавляешь в друзья бота, а тот дарит купленную игорю. Все максимально удобно. К тому же цены в Купикоте самые выгодные из всех аналогичных платформ. Да даже через тот же Киев пополнять аккаунт ради покупки смысла нет, а с моим промокодом BEBSGAMES так вообще сказка. Но действие промокода, если что, ограничено. А потому про Купикот запоминай, а про все остальное забывай. Кстати, там новая колда вышла. Еще раз наглядная инструкция. Выбираешь игру, вводи ссылку на аккаунт, юзай промокод BEBSGAMES и гоу на оплату. Но потом, как я и говорил, тебе добавится бот в стиме, добавляющего в друзья, и все, игруля твоя. И да, поскольку распродажа в стиме началась, нужно помнить, что при покупке игр через промокод тебя будут копиться бонусы, которые потом-таки можно выгодно потратить, да-да. А если зарегаться через телеграм и вк, то можно получить бонусные 50 рублей. Ой, а еще на сайте что ни день, то розыгрыши разные. Вы только поглядите, какую вкуснятину разыгрывают. Сервис Купикот. Выгодно играми ты танься и более не парься. Ну да ладно, не будем тянуть кота за яйца, а то привыкнет. Начинаем. Мы запускаем игру и мгновенно слышим тот самый легендарный саунд. Мелодия моего почтения. Жутко и пробирает до мурашек. В детстве я чуть ссыканул подливы в трусы, а когда услышал музон из игры, так и вовсе обосрался. К слову, обосрался. Играю я версию стимовскую и не в обиду разрабам Сигмы, но данная версия, мягко говоря, удручает. И на то есть причины. Вот, кстати, одна из них. Я хочу начать новую игру. И на выбор у меня имеются парнишка и парнишка с боди-тайп 2. Поскольку парнишка с боди-тайп 2 существо греховное, а я садомит, я выбираю пацана, увы. Но по дефолту у пацана стоит кличка Сценарий. Да, редактировать никак. А потому играть я буду сегодня за сценария. Сынок, теперь тебя будут именовать Сценарий. Мама, за что? Сюжет. Вы не поверите, но в игре, где имеется герой-сценарий, реально есть сюжет. И сейчас я вам его расскажу. В некой подземной лаборатории случилась какая-то срань. Её заполонили рептилоиды, которые нажрались с местных химикатов, эволюционировали и взяли оружие из местного оружейного склада. Наш герой с челюгой Габсбурга ВВЕ Пришёл, и всех рептилоидов убил кааа-ниц Ха-ха-ха, я с ума сошёл А ещё по данной игре естьку филлICE3 Теперь вы поняли, на каком здесь уровне сюжет Но это не печально Так как большая часть игроков даже и не знала О том, что если вначале каждого уровня смотреть в даннюю точку экрана то можно увидеть буквы, что-то там поясняющее. Да и проходили они игру во времена, когда не умели читать, но умели дрюкать на гаечку. У гаечки езьба вот такая! Геймплей. И тут мы переходим к самой сладкой и сочной части. Игру начинаем на поверхности, рядом с бункером, где-то в попке мира, в Томске. Врагов тут нет. Мы просто бегаем, стреляем по ящикам с двух пистолетов и находим пару секреток. Однако, прямо тут уже чувствуется некая интрига. Разрабы прямо слегонца щекочут. Нам просак саспенсом, как бы говоря, на ухо. Ща начнется. Герой входит внутрь подземного комплекса в темноту. После каждого уровня наблюдаем стату и магазин. Магазин это самая важная часть игры, ибо именно тут мы можем почувствовать плоды нашей работы. Тут можно накупить брони, оружие, самого разного, имплантов на повышение статов и всяких гаджетов. После первого уровня что-либо покупать смысла нет, а потому играем дальше. На втором уровне уже начинаются приколы, и далеко не с Гариком Харламовым. Мы находимся в офисных помещениях, где темно. Все закрыто и ничего не видно. Однако, вместо того, чтобы искать рубильник, я тыкаюсь по углам и обстреливаю все стены в поисках секреток, ибо в них хранятся бабки, патроны, аптечки, а иногда и халявное оружие. Я даже могу сказать, что секретки в данной игре это полноценная часть геймплея, без которой было очень сложно играть в дальнейшем. И, да, я тоже не понимаю, а какого хрена вообще в стенах тут зубровны всякие полезные вещи? Видимо, данный бункер строили таджики-закладчики. Включаем свет на этажи. Двери открываются. А на нас спрут зеленые кровожадные ящпирицы. Тут-то начинается то самое знаменитое планетянское ультранасилие. С двух пистолетов разносим твари. Твари превращаются в мясо, а на полуше остаются огромные кровавые лужи и месиво. И что самое главное, остается все это перманентно, да-да. Щепки от коробок, трупы, кровавые следы. Гильзы от пуль и другие субпродукты кровавой бани никуда не исчезают. И это, попрошу заметить, является очень недооцененной фишкой игры. После любого забива супротив орд врага, очень приятно поглядеть на ту бучу, которую натворил наш герой, ибо это дает то самое ощущение весомости наших дел. Ничего себе я тут накосипошничал. Второй уровень пройден. Врага мы встретили, тайники залутали, а значит время для следующего этапа контента. Закупки оружия. Денег хватает на несколько пушек, и сейчас мы про них поговорим. К слову, я не совсем понимаю, что это за магазин такой между уровнями. Вполне возможно, что между этажами находится оружейная пятерочка. Затариваешь там хилки, оружие, идешь на следующий этаж, а тебе в спину. Голос пятерочки. На третьем уровне мы также простреливаем стены, вырубаем свет и встречаем противника, но встречаем его с дробашом в руках. Скажите здрасте моему другу. Дробаш прекрасен и приятен в использовании, прям как бисен. Стреляет классно, противников косит эффективно. Однако, как и у любого оружия в данной игре, у него есть минус. Это следующий по иерархии пушки. Допустим, гранатомет. Увы, но в данной игре нет такой концепции, что ты жонглируешь всеми пушками аки цирковой артиста. Нет. Единственная причина, по которой ты можешь использовать не самые мощные на руках пушки, патроны. Есть патроны для самой мощной пушки, юзаешь ее. Кончились патроны или их просто мало, используешь пушку чутка послабже. Окей. И да, простите, мужики, но в данной игре, чем больше, тем лучше. Но ведь главное не размер, а скилл. Кстати, на руках у нас имеется кое-что мощнее гранатомет. Однако, прежде чем говорить о данной пукалке, разрешите похвалить музыку в данной игре. Для игры было создано несколько высококачественных симфоний для устраивания кровавой бани, и, смею заявить, они шедевральны. Под один из таких треков мы сейчас и выкатим наше лютое стреляло. Это музыка, плюс мини-ган, плюс рептилоиды равно... К слову, на данном уровне мы с помощью динамита взрываем друг в стене, из которой идут противники. И, к моему сожалению, делать нам это придется часто. Почти на каждом следующем уровне, все, что мы делаем, это убиваем кого-то и взрываем что-то, из чего этот кого-то и выходит. И это одна из причин успеха первой части. Ибо данная игра обладает чистейшим спинномозговым подпивасным геймплеем. Никаких замысловаторных заданий и поворотов. Взрывай и убивай все. Да, это тупо, но кого это волнует, когда игра позволяет заваливать подземелья фаршем? Игра выпускает на нас новых чудовищ, которых мы с радостью крошим. Перед уровнем я, кстати, затарился броником, аптечками, средствами для ночного видения и маленьким дроном, который летает рядом с нами и помогает делить ящеров на ноль. Урон у него небольшой, но старается он изо всех сил. Я полезный. Забавное наблюдение. Если записать бой в данной игре, а потом ускорить, то на выходе мы получаем чистейшую видеоигровую скубу. Все, делать разговорные ролики под прыжки в контре прошлый век. Новая мета — это разговорные ролики, наложенные на прохождение Алиэн-шутера под спидами. И это, кстати, гениальная идея для нового режима игры. Если вдруг разрабы и Сигмы увидят мой ролик, то, пожалуйста, попробуйте добавить турбо-режим в свою игру. Я не знаю, сработает это с геймплейной точки зрения или нет, но попробовать определенно стоит, ибо, учитывая ваши последние игры, переиздание, хуже уже не будет. Кстати, на данном уровне ценой жизни я получаю у Бермега Сигмы оружие — лазерную пушку. Струячит она АОЕ снарядами, которые противников превращают в зумерские мидболы. Пушка лютая — просто жесть. Их стать. Немного обидно, что нашел я ее до того, как заимел тот же ракетомет, ибо, опять же, из-за нынешней иерархии оружия более слабые пушки всегда выглядят менее эффективно. Исключением разве что является ледяная пушка, так как она очень забавно превращает противников в ледяные статуи, которые потом зрелищно разлетаются. Вау, ребята, так сказать, чильные, прямо как те, кто подписан на мою телегу. Однако, вернемся к противникам. Тут мне есть что сказать, и поначалу я скажу хорошее. Хорошо делайте, а плохо не делайте. В игре имеется видовое разнообразие. Да, по сюжету ящеры нажрались химикатов и опционировали, так появились прямоходящие ящеры, рофельные паучки и цветастые аналоги этих существ, но с уже комически огромным количеством хп. Почему ты никак не умрешь? Югшка от сосисек, сынок? Прикольно. Но далее по ходу игры ящеры находят склад с футуристическим оружием, и тут-то начинается самое... Веселье. Многие стычки с противниками ранее решались в стиле крутого Сэма. Бежим назад, отстреливаемся и побеждаем. Ныне же у противников есть пушки, от чьих снарядов надо уворачиваться. Стреляют они то какой-то плазмой, то ракетами, и, к нашему счастью, мы это можем контрить. Но вот далее случается такое, от чего в финальной уровне становится то еще по-по-по-болью. Нам заявляют, что ящеры завладели машиной клонирования, дабы сделать свою армию больше, и наша цель эти машины взорвать. Мы бегаем, мы уничтожаем противника под веселую музыку, и даже получаем доступ к стационарному пулемету. Ой-ой-ой, наверное, монстры кончились, я, пожалуй, отвернусь. А я банул, а я банул, не-не-не. В конце коридора находятся машины для клонирования и новый вид врагов. Какие-то ящеры-коровы с лазерами на спине. И тут я скажу сразу несколько вещей. Во-первых, стимовская версия игры в очередной раз подтвердила свою кавусть, ибо данные противники по непонятной мне причине забиваются в углы и не особо пытаются идти на меня. Я ради интереса глянул летсплей на ютабчике, и, о чудо, летсплееры эти мастодонты не топятые идут на него, потому что он играет не в стимовскую версию. Во-вторых, эти чудовища вооружены лазерами, от которых хрену вернешься, ибо они стреляют очень быстро, а на нынешних широкоформатных мониторах за этими лазерами не особо-то и уследишь. А потом во время месива мне лишь оставалось принимать урон от этих лазеров как данность и тащить битвы не скиллом, а жирностью нашего героя. И в-третьих, и тут внимание, совмещая первые два пункта вместе, следующие уровни превращаются в натуральный Вьетнам. Наступают финальные уровни, а мы же потихоньку имеем более лютое оружие. В данном случае огнемет, который ну просто жарит. Да, он бьет не так далеко, как хотелось бы, но дамаг настолько лютый, что, пожалуй, можно и потерпеть. Однако, несмотря на это, игра легче не становится, и не становится она по причине в-третьих. Мы снова сели попы на стационарный пулемет, и на микроарене распылили противника в труху, но... Как вы помните, у мастодонтов сломаны ИИ, а потому они во время зарубы специально шли и ныкались по углам. Я оказался в абсолютно комичной ситуации, когда был вынужден наугад простреливать слепые зоны у стен, дабы убить этих детиш генной инженерий, ибо в противном случае они в крысу будут шмалять меня лазерами, которые на широкоформатном мониторе хрен увидишь. И знаете, даже несмотря на это, я все равно мыслю позитивно. А потому стимовскую версию не буду называть неиграбельной, нет. Я назову ее более хардкорной, и в какой-то мере симулятором войны во Вьетнаме. Джонни, стены, они в стенах! Именно поэтому этот последний уровень — это самый настоящий ад, где решает не только скилл, но и то, насколько ты хорошо обмазался броней, имплантами, аптечками, поинтами на перерождение, и смог ли накопить на последнее и самое ультимативное оружие в игре — магминный пулемет. Магминный пулемет является оружием самого настоящего тестостеронного Сигмы. С ним наш герой, словно бульдозер, выкашивает противников, но даже с ним предпоследний уровень — то еще испытание. На уровне в разных концах карты находятся машины для клонирования, которые бесконечно генерируют противников, среди которых имеются мастодонты вьетконговцы. Оттого каждый бой превращается в борьбу чисел, а именно борьбу нашего здоровья и здоровья противника. Мне даже описывать нет смысла, на что я шел, дабы выжить. Да, я наикался, старался снять издалека и т.д., но даже этого было мало, ибо помирал я часто. В конце я просто психанул и решил окончательно уйти в танкование физиономии, а именно ценой жизней, доходил до клонировательных машин, взрывал их, убирал и добивал выживших. Метод шахида не самый скилловый, но зато эффективный, особенно против рептилоидов. Последний уровень из себя представляет финальный забег. Мы уничтожили все машины клонирования, зачистили бункер, и мы не находимся в так называемой тюрьме, где заперты самые опасные и кровожадные ящеры. И по сравнению с предыдущим уровнем, это просто сказка какая-то. Мы вооружены до зубов, всюду полно аптечек и других вспомогательных предметов, а вот всяких трещин в стенах и машин для клонирования нет, а значит противник не бесконечен. Поэтому я на чиле просто взял да зачистил эти самые рептилоидовые казематы без каких-либо проблем. Плюс из-за магменного пулемета выкуривать шлепков майонезных и слепых зон, так вообще изи-бризи. Всех чудовищ мы уничтожаем, а нам же показывают, что один маленький и самый хитрый рептилоид берет, ускользает из-под нашего взора и убегает в Орегон. И это был Alien Shooter 1, мои дорогие друзья. Игра, мое почтение, но стимовская версия, конечно, мда. Это тот самый случай, когда обладатели оригинальных дисков с игрой значительно выиграют по сравнению с обладателями цифровых версий, хотя, казалось бы, да. Но даже несмотря на некую боль в заднем проходе, удовольствие я получил. Это были достаточно жаркие, с час сорок минут моей жизни. Да, игра очень быстро проходит. Конечно, вы можете еще побегать на арене в режиме выживания, но с меня, если честно, хватит. Ибо, несмотря на знаковость первой части, самые настоящие, эталонные, спинно-мозговые балдеж, разорвая, завернули во второй. А потом, если вы накинете на данный ролик, да сколько не жалко лайков накинете, подпишитесь, на что можно подписаться, и я таки оформлю вам ролик по продолжению. Конечно, у первой части еще аддоны имеются, но эти аддоны, по факту, просто бонусные уровни для тех, кому мало. Да? В одном из них пара новых монстров и лютый босс в конце, но на этом нововведение все. Там даже сюжет интересного не завезли. В одном DLC мы пытаемся спасти некое средство, способное уничтожить чудовищ, спойлер, средство не спасаем, а в другом просто так же чикаем монстров ради чиканья монстров. Да, классно, но я не представляю, как этим не наестся за 10 уровней оригинальной игры. Вот такие пироги. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Не прощаюсь, ибо еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok